Али Китрапш Первый объект, который посетил президент Рауль Хаджимба – мост через улицу 4 Марта в Гудауте. Под мостом протекает небольшая речушка. Однако во время ливневых дождей она выходила из берегов и подтапливала около ста близлежащих домов. Для устранения этой проблемы специалистам Абхаз-берегозащита пришлось очистить и расширить русло реки и возвести 30-метровую подпорную стену. Старый в Бешалый мост также препятствовал прохождению воды, и его пришлось заменить на новый. Ремонтно-восстановительные работы здесь были проведены за счет средств республиканского бюджета. Затем Рауль Хаджимба посетил здание школы номер 3 в Гудауте, где идет капитальный ремонт за счет средств российской инвест-программы. Школа была построена еще в 80-х годах прошлого века. И до ремонта из-за плохого ее состояния здесь обучалось всего 120 детей. Все они на время проведения строительства размещены во второй гудаутской школе. После ремонта учебное заведение сможет принять около 700 учащихся. Бюджет работ составляет 87 миллионов рублей. На сегодняшний день большая их часть уже проведена. Внутренние все работы, видите, закончились полностью. Осталось только наружное благоустройство. Корректировку сделали, фасад не входило, как видите, смяты не входило. Сделали корректировку, да и фасад добили. Ахтовый зал видели, да, махтовый тоже не было. Ну и тоже завершили. Все закончили. Еще одно немаловажное событие в районе. Местный автопарк пополнился новыми автобусами, шесть из которых будут переданы в села. Автотранспортные средства были приобретены в рамках инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. Ранее уже было приобретено пять автобусов, четыре из которых курсируют по городу. А один был передан новому Афону. Везде у нас автобусы ходят, но они, к сожалению, уже устаревшие, более десяти лет работают. Знаете, какие дороги у нас в селах, не везде асфальт лежит, поэтому они быстро изнашиваются. Мы как-то пытаемся каждый год поддерживать. Но когда новые автобусы есть, у нас тоже проблем поменьше будет с их содержанием. Мы еще не распределили, потому что у нас и школы, и села желающих много. Но сейчас мы будем определять. Затем Рауль Хаджин попосетил школу в селе Вахны, где также идет к завершению капитальный ремонт. На сегодняшний день сделано 90% всех работ. Осталось только оснастить кабинеты необходимым инвентарем и благоустроить территорию. Ремонт в школе осуществлен в рамках инвест-программы социально-экономического развития Абхазии. Сметная стоимость работ составляет 113 миллионов рублей. Проведен был большой капитальный ремонт. Это с армированием бетонных частей. Пришлось все стеновые панели закреплять по специальным устройствам. Я думаю, что максимально комфортные условия здесь созданы для наших учеников. Пока в Лыхнинской школе шел ремонт, ее учащиеся занимались в здании администрации села. А многие родители отправили своих детей в другие школы. Но директор учебного заведения надеется, что после ремонта будет много желающих учиться в селе Лыхнын. Новая школа рассчитана на 800 учеников. Учебный процесс здесь возобновится к 1 сентября. Сейчас, увидев такую красоту, я думаю, не то, что наши дети, которые ушли в другие школы, другие дети, конечно, к нам придут. И сейчас уже пишут, звонят, интересуются, когда с документами можем прийти. И, я думаю, количество наше, вот сейчас до 250, наверное, возрастет. В таких условиях будут все с удовольствием заниматься. А учителя наши постараются дать им максимум знаний. В завершении поездки Рауль Хаджимба подвел ее итоги. Неплохие объемы работы сделаны и по дорогам, и по мосту, который был достаточно важен для населения. Каждый год поднимались вопросы, связанные с темой наводнения. Сегодня эта тема снята. Что касается школ, это вызывает, откровенно говоря, радость того, что у нас есть такие школы. И самое главное и важное, чтобы эти школы были наполнены. Надеюсь на то, что как раз-таки вновь отремонтированная школа позволит родителям вернуть своих детей в село. И школа достойна любого, даже город. Как отметили строители, учебные заведения будут встаны в эксплуатацию к началу нового учебного года. А значит, многие первоклассники 1 сентября впервые переступят порог новых, современных и комфортных школ. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и замминистра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорь Кошин проинспектировали ход ремонтных работ во 2-й Сухумской средней школе, пострадавшей в результате пожара 2 мая 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров. На данный момент в двух корпусах здания завершены работы по укладке кровли. К концу июля строители заменят кровлю и в третьем учебном корпусе. Также завершаются работы по устройству монолитного перекрытия. План восстановительных работ предусматривает замену всех дверей и полового покрытия. Кроме того, предусмотрен частичный отделочный ремонт стен, штукатурка и полная покраска стен внутренних помещений. Замене подлежат также электрика, сантехника, вентиляция, слабые токи во всех пострадавших в результате пожара в кабинетах. Сухумский городской суд избрал меру пресечения свободы в отношении сотрудников МВД Абхазии и подозреваемых по делу заключенного Анзора Тарба. Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана в отношении начальника управления уголовного розыска Бадри Джикирба. Его заместителя Аслана Чеди, начальника отдела управления уголовного розыска МВД Минаса Дабащан и старшего оперуполномоченного этого же управления Ливана Тапурия, сообщается на сайте суда. 13 июля министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба сообщил, что на сотрудников МВД заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при исполнении служебных обязанностей, которые выразилось в применении физического насилия к административно задержанному Анзору Тарба и повлекло за собой его смерть. В результате наводнения в Турции подтоплено пять абхазских сел, размыты дороги, разрушены мосты, нарушено энергоснабжение. В зоне бедствия оказались свыше полумиллиона человек. Есть и пострадавшие. Полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия сообщил нам последние новости. На сегодняшний момент можно сказать, что восстановили подход, подъезд автомобильный через сады, через огороды и вот в этот СМАХАНЭМ и подвозятся определенные необходимые продукты, воду подвозят. Не все жители были эвакуированы, есть люди, есть семьи, которые остались. И вот им оказывают на сегодняшний момент ни света, ни связи, нет и новые восстановительные работы ведутся. Создала государственная комиссия Турции, которая определяет ущерб, нанесенный с филимбедствием. Но надо сказать, что это серьезные от 15 до 25 домов, которые восстанавливали, не подлежат. К сожалению, мы вчера говорили о том, что нет жертв на сегодняшний день. Семь человек, это пропавшие без вести, семь человек, которые ведут войсковые работы. Это лица турецкой национальности. И вот такая ситуация на этот данный момент. Общественно-политическая ситуация в стране, криминогенная обстановка, некоторые аспекты предвыборной программы. Эти и другие темы были затронуты на встрече с журналистами, которую организовали члены Объединенного штаба общенационального движения по защите государственности. Пресс-конференция лидеров ОНД прошла 19 июля в Сухуми. Открывая пресс-конференцию, лидеры Блока оппозиционных сил еще раз заявили о том, что их работа базируется на программе Аслана Бжани, отсутствие которого не стало поводом отступления от политической борьбы и раскола внутри оппозиции. С самого начала общенациональное движение было создано во главе с депутатом парламента Асланом Георгиевичем Бжани. Ам Цахара является частью общенационального движения. Общенациональное движение поддерживает данное решение. И в будущем ОНД перейдет на работу как предвыборный штаб Алхаса Квициния в положенное законном время. Руководитель политической партии Ам Цахара Алхас Квициния коснулся темы общественно-политической ситуации в Абхазии, особо отметив события последних дней. Вы видели, какие процессы происходят в последнее время. Буквально в течение месяца сколько происшествий происходит уже в республике. Власть должна с этим бороться. Вопросы журналистов в основном касались предвыборной кампании, которая стартует уже совсем скоро. Работа штаба кандидата в президенты Алхаса Алексеевича Квициния будет настолько красивой и ювелирной, я так выражусь, многим придется позавидовать в этом плане. Могу смело это сказать, потому что все будет построено на открытости, на конструктивизме, на реальных предложениях, на реформах, именно предложения в виде реформ. Как заявляют лидеры оппозиционного блока, их первостепенная задача – объединение народа Абхазии. В будущем, в случае их победы на президентских выборах, они будут придерживаться этой идеи. При выстраивании кадровой политики, опираясь на профессиональные знания, не обращая внимания на политические взгляды. Мы стараемся и в команду уже привлекать людей из других политических общественных организаций. Это вы видите наглядно, и сегодня тоже. Мы, то есть, не, как вам сказать, не пустыми словами апеллируем, а действием. То есть, мы стараемся людей объединить и не делить. Мы должны объединять всех и подходить при подборе кадров с точки зрения их профессионализма и компетентности в той или иной сфере. Достижение устойчивого развития страны возможно лишь при политической стабильности и улучшении криминогенной обстановки. Для этого во многих сферах, особенно в правоохранительных структурах, необходимо провести реформы, считает депутат парламента Дмитрий Дбар. Нужно пересмотреть весь штат правоохранительных органов. Нужно добиться добавления зарплаты обязательно. Без этого люди работать не будут и не будут честно выполнять свои служебные обязанности. Нужно произвести серьезную чистку в правоохранительной системе, потому что мы сами видим, к чему приводят недобросовестные кадры, которые работают у нас в правоохранительной системе. В ходе пресс-конференции лидеры оппозиционного блока ответили и на многие другие вопросы. Кроме того, в рамках встречи с журналистами было официально заявлено, что в качестве вице-президента Салхасом Квицине на выборы идет депутат парламента Дмитрий Дбар. Сельскохозяйственная ярмарка, конкурс рисунков на асфальте, показ спектакля «Махаз» и третий съезд мурзаканских абхазов. В Галле отметили День города. По традиции, торжественные мероприятия начались с возложения цветов у мемориальной плиты погибшим за свободу и независимость Республики Абхазия. Хотя из-за метеоусловий все они начались на час позже, запланированного времени это никак не повлияло на праздничное настроение гостей и жителей района. Здесь была организована сельскохозяйственная ярмарка, на которой местные жители представили продукцию собственного производства. Фрукты, овощи, ягоды, джемы, а также праздничное угощение. Все это могли попробовать гости города, именинника. Свой подарок подготовил галу и Абхазский государственный драматический театр. На сцене местного дворца культуры был показан спектакль «Махаз». На третьем съезде мурзаканских абхазов выступил советник президента Абхазии по науке, культуре и образованию Владимир Зонтария, который отметил историческую значимость районам, поздравил всех с праздником и пожелал мира и процветания. В 12 часов начались показательные спортивные мероприятия, которые продлились до 18 часов. А вечером был организован праздничный концерт. Завершился день города красочным салютом. Это не первый съезд, на котором я присутствую и выступаю. Я от имени президента имел поручение поздравить вас с тем, что идет процесс возрождения фамилии, возрождения, восстановления исторической справедливости, что выразилось в праве на восстановлении фамилии ваших. Я говорил сегодня, выступая, что в Галгалский район, тогда до этих сталинско-беревских страшных репрессий был представлен элитой абхазского общества. Здесь жили очень известные фамилии, потому Самурзахан, Самурзахань славилась и за пределами Абхазии, то есть тоже знали, что это твердыня, это был плацдарм Абхазии. Дай Бог, чтобы вы на этой основе, мы все добились больших успехов, счастья, здоровья всему Галу, всему району. Второй год подряд на малой сцене Абхазского драмтеатра проходит вечер юмора, пародий и эпигра. В этом году перед зрителями выступили поэтесса Гунда Сакани, пародисты Анатолий Лагула, Игорь Хварцкий, Адам Аргумба, художник Илья Цвижба, певец Анатолий Алтейба. Сарья Кварасхеля расскажет подробнее. На сцене Абхазского драматического театра всегда можно увидеть интересные постановки и спектакли. Кроме того, драмтеатр с недавних пор стал и центром притяжения юмора. Уже второй год подряд в театре проводят вечер эпиграмм и пародий, в котором принимают участие абхазские юмористы и поэты, каждый из которых на этот раз, как и всегда, приготовил сюрприз. Неожиданные смелые шутки, пародии и эпиграммы, прочитанные на абхазском языке, создали в зале неповторимую атмосферу настоящего праздника смеха. Мастера слова зачитывали смешные и интересные рассказы из жизни поэтов и писателей Абхазии, посвящали друг другу шутки. Это категорически запрещается, запрещается. Эмоции солги саму, эмоции бзи, солги саму между плотием. Очень понравилось, что там наши традиционные моменты, чтобы молодежь больше узнавал и чтобы они тоже так же продолжали. В этом празднике юмора уже второй раз принимают участие и поэт-пародист Игорь Хварцкий. На этот раз он представил публике собственное прочтение стихотворений известного поэта Владимира Зонтария. Юмор не чужд ему, очень тонкие стихи. Мне показалось, что нужно как-то высветить некоторые грани его поэзии путем через пародии. Обратите большее внимание с этой точки зрения. Я думаю, и ему было бы интересно, и слушателям тоже. По словам организаторов вечера, такие мероприятия должны стать доброй традицией Абхазского драмтеатра, так как юмор был и остается частью абхазской культуры. Об этом свидетельствует и национальный фольклор. Состоялся вечер юмора на малой сцене Абхазского драмтеатра. Вечер был наполнен весельем, шутками и смехом. Зрители оценили искрометный юмор и зарядились позитивной энергией. Сария Гварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Институтом экологии Академии наук Абхазии в Сухуме зафиксировано распространение нового вредителя – эвкалиптовой листобложки. В апреле 2019 года Институтом экологии уже отмечалось распространение в Гагре другого вредителя эвкалиптов – афилимуса. А сейчас на деревьях вида эвкалипт прутовидный замечено распространение нового вредителя. Родиной эвкалиптовой листобложки, как и самих эвкалиптов, является Австралия. Однако за последнее время в эпоху глобализации ее ареал многократно увеличился. Вредитель уже является обычным в странах Юга Европы, откуда предположительно и проник сначала на российское Черноморское побережье вместе с посадочным материалом в период активного озеленения Сочи в преддверии Олимпиады 2014 года, а затем и в Абхазию. Вредоносность эвкалиптовой листобложки заключается в том, что различные стадии этого вредителя, питаясь соками листьев, покрывают падью практически всю листовую пластину, что приводит к ее усыханию и преждевременному опадению листвы. Такие листья подвергаются активному заселению сажистыми грибами, что ведет к потере декоративной ценности дерева или может привести даже к его ослаблению и гибели. Ученые подчеркивают, что химические методы борьбы с вредителями эвкалиптов малоэффективны и трудно реализуемы. Наибольшее предпочтение стоит отдавать биологическим методам контроля. Это специализированные этномофаги, энтомопатогенные бактерии и другие. На сегодняшний момент отмечено активное поедание данного вредителя птицами. Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс приглашает граждан и гостей республики на праздничное мероприятие в честь Дня государственного флага Республики Абхазия. Праздник состоится 23 июля с 19 часов до 22 часов на набережной Махаджиров. Весь вечер будет играть народная музыка, под которую можно будет танцевать, петь и просто гулять. А все желающие смогут стать участниками общего кругового танца Айбергера. В этом году было принято решение руководством Конгресса и Высшим Советом Конгресса сделать большой площадной народный праздник, так, чтобы каждый желающий мог принять в нем участие. Программа нашего мероприятия подразумевает шествие с масштабным полотнищем флага. Размер полотнища 20 на 30 метров. Это шествие будет сопровождать конники, будет сопровождать факельное шествие, сопровождать каждый из вас, пришедших на площадь в этот день. Мы приглашаем всех вас, мы просим вас поддержать наш праздник, прийти в национальном костюме, приводить детей. Хочется, чтобы нас всех объединило не только это ощущение радости, но и внешне, чтобы мы были вместе, были в национальном, были наполнены духом гордости за то, что у нас сегодня есть флаг, есть гимн, и мы государство. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами возможен туман, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 25-30 тепла. Температура морской воды плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова